Всем огромнейший привет! Добро пожаловать ко мне на канал, если вы со мной не знакомы. Давайте познакомимся. Меня зовут Оксана и я очень рада вас приветствовать на своем канале. Сегодня очередные похвастушки. Буду показывать, что нашла в секонд-хенде за последнее время. Если вы такой же любитель секонд-хенда, как и я, и если вы также любите давать новую жизнь старым вещам, обязательно усаживайтесь поудобнее, наливайте себе чаек, кофеек и приятного просмотра. Я начну с обуви. Если честно, обувь мне встречается не так часто, как и одежда, как хотелось бы. Но в этот раз достались вот такие просто потрясающие ботильоны. Посмотрите, какие они классные и стильные. Я прям буквально запищала. Были в люксе, схватила их тут же, не раздумывая. С размером, конечно же, как всегда, я не угадала, но я не жалею. Отправитесь ко мне в магазинчик в инстаграм. Ссылку оставляю, как обычно, под видео. Как же они мне понравились на устойчивом каблучке из мягкой кожи. Кожа такая приятная на ощупь. Она зернистая. И вот здесь, в этой части, где щиколотка, мягкая. Сочек при этом хорошо зафиксирован, прекрасно держит форму. И кожа при этом, видите, из зернистой к носку она превращается в гладкую. Очень интересное исполнение. Но больше всего мне, конечно, понравился дизайн. Они, если смотреть по мысу, они обтекаемые. Но подошва квадратная. И это просто чудесно смотрится на ножки. Замечательная модель. Очень-очень рада такой находке. Такое, на самом деле, не часто встретишь в секонд-хенде. Но вот иногда бывает. Поэтому не стоит пренебрегать именно люксовыми днями. Потому что там нет-нет. Да и что-то интересненькое можно найти. Модель демисезонная. Размер 6. Мои постоянные зрители в предыдущем видео уже обратили внимание на эту сумку. Какой же красивый у нее цвет, скажите. Она из натуральной кожи. Куплена вместе с ботильонами. Мне тогда повезло очень. Потому что я купила две шикарные вещи вместе с ботильонами. Тоже в люксе. Она абсолютно новая. Бренд Милене. Хорошая, гладкая, качественная кожа. Мне нравится, что сумка лаконичная. Максимально очень простая. Среднего размера. С обратной стороны есть карман, который застегивается на молнию. Я снова ничего не положила. Никак не придала форму. Просто потом это все доставать как-то некрасиво. Вот так она выглядит. Кремовая подкладка. Отлично смотрится. Я обожаю такие сумки акцентные. Наверное, потому что я минималист. Мне нравится, когда образ не перегружен, а наполнен несколькими интересными деталями. Зафиксирован так. Наверное, поэтому я отдаю предпочтение цветным сумкам. На самом деле заблуждение считать, что яркая какая-то цветная сумка не под все подходит. К примеру, зеленые, синие, оранжевые. Я в последнее время очень полюбила оранжевый цвет. Сейчас я вам тоже покажу оранжевую сумочку. Они замечательно гармонируют с разными оттенками. Даже с тем же черным, с обычной черной базой. Вот такое яркое пятнышко. Зимой просто чудесно будет смотреться. Вот она, оранжевая сумочка. Эта сумка тоже куплена в люксе, но в другой день. Причем самое интересное, что ее не было. Я забежала в первые минуты после открытия магазина. Ажиотажа как такового не было. Людей практически не было. Но этой сумки не было. Потому что я сначала побежала по своим делам. А мне тогда ничего не приглянулось. Я еще побродила по магазину. И когда проходила уже к выходу, смотрю, лежит сумка. Никому не нужная, кожаная, яркая такая апельсиновая сумка. Очень классно выглядит. Очень похоже на ту, которую я подарила своей подруге. Но только у той были две ручки. И они были немного тоньше. И форма другая. В общем, короче, совсем другая сумка. Просто оранжевая. Ту сумку я покупала в подарок. И она прекрасно вписалась в гардероб моей подруги. Поэтому насчет этой сумки я даже вообще не раздумывала. Потому что я видела на примере, насколько круто смотрится оранжевая сумка в образах. В общем, вот такая вот сумочка. Тоже абсолютно новая. С яркой контрастной строчкой. Она простая, без излишеств, без декора. Все, как я люблю. Просто акцент на цвете. Зернистая, качественная. Очень качественная кожа. Застегивается на молнию. Внутри выглядит вот так. Есть один небольшой кармашек и один карман, который застегивается тоже на молнию. Одна ручка, но ее длина позволяет носить ее на плече. И она немного еще регулируется по длине. Ну и самая качественная сумка, которая мне попалась за последнее время. Я, если честно, даже не знаю, с чем ее можно сравнить. По качеству. Но это тяжелый люкс. Вот реально. Настолько классное качество. Настолько продуманная. Фурнитура. Дизайн весь. Все настолько филигранно выполнено, что даже я не могу ни к чему придраться. Бренд ТОЦ. Один из самых известных обувных брендов, в частности Макосин. И скажите, ну разве она не похожа на Макосины? Я сразу, когда ее увидела, провела аналогию. Думаю, как Макосин и ТОЦ. Смотрю, а это сумка ТОЦ. Неудивительно, что эта сумка выполнена очень качественно, потому что этот итальянский бренд славится своим качеством. Это обувной бренд. Обувь небюджетная. Процесс изготовления изделий состоит из множества этапов, более чем из 100 этапов. И на каждом этапе изделие проходит тщательную проверку. И даже если на всех этапах изделия прошло проверку, а на последнем этапе что-то пошло не так, есть маленькие косяки, маленький дефект, то изделие отправляется в утиль. Только представьте себе, насколько ответственна работа последнего этапа. Я бы не хотела быть на месте того человека, последнего. Кстати, все изготавливается вручную. И вот мне действительно бы не хотелось быть на месте последнего человека, который последние штрихи доделывает в сумке. Представьте себе, где-то кривая строчка, и все, в утиль. Но это гарантия качества. Кстати, любимая сумка принцессы Дианы тоже была сумка от ТОЦ. Я вам ставлю фотографию. Она с тех пор мало видоизменилась. Практически ее перевыпускают и в том же виде. Ну а эта сумка, конечно, меня поразила. Немного поскрипывает кожа, очень приятная. Слышен запах кожи. Это тоже новая сумка. Мне повезло на сумке в этот раз. Вот так вот она выглядит. Здесь есть тиснение. Вот. С названием бренда. Макосинный такой дизайн. Везде все брендировано. Удобно то, что каждая деталь продумана. Ручка здесь, вот насколько она защищена. И вообще сумка очень добротно выглядит. Даже на камеру вам видно. Каждая фурнитура, каждая деталька промаркирована, брендирована с тиснением. Внутри она выглядит вот так. Очень вместительная. Она среднего размера. Но при этом за счет того, что глубокое дно, помещается очень много. Я потрясена и каждый раз я удивляюсь, что можно найти такое. Не всегда, конечно. И часто во влогах я вам показываю вещи с дырками. И очень-очень много хлама и ветоши. Но наряду с этим, вот, ради этого стоит ходить. Я очень люблю клубные пиджаки. Когда я их встречаю? Блейзер. Клубный пиджак. Пиджак можно, именно эту модель можно называть пиджаком. Несмотря на то, что это женское, из женского гардероба и логичнее назвать жакетом, но именно клубный двубортный жакет допустимо назвать пиджаком. Для многих понятнее блейзер. Кстати, я вспомнила про принцессу Диану. Она чудесно стилизовала такие клубные пиджаки. Прекрасно их носила. А сейчас мне нравится, как их носят девчонки стритстайл с трениками. Настолько они интересно смотрятся на контрасте. Очень круто. Очень рада, когда я их нахожу, несмотря на то, что у меня в моем гардеробе 4 блейзера. Один из них белый, который смотрится невероятно роскошно и эффектно. Я всегда ловлю очень много комментариев, когда его надеваю. Ну а черный, темно-синий, это уже стало классикой. Он прекрасно смотрится с платьем комбинации. Кстати, это будет мой лук на Новый год, но не этот конкретный. Он будет отправиться ко мне в магазинчик в Инстаграм. А мой блейзер и платье комбинация просто чудесно подружатся. Я неоднократно использую их в тандеме, когда хочется нарядно одеться, но при этом утеплиться по сезону, немного прикрыться, чувствовать себя более комфортно и защищенной, скажем так, от новогоднего стола, чтобы все время не втягивать животных. Дело блейзер. Все, все красиво, все закрыто. Очень интересно выглядит, при этом женственно и нарядно. Этот блейзер классический, 100% шерсти, прямого кроя, с яркими пуговицами, похож на китель. Очень красиво смотрится. На самом деле, блейзер впервые показали на страницах Vogue, но у него история более 200 лет. И он видоизменялся со временем, его пытались сделать более приталенным, с большим акцентом на плечах, либо наоборот, без акцента на плечах, без подплечников, такой, знаете, висит как тряпочка. Но мне больше нравится вот именно классическая модель блейзера, прямого кроя, без выточек, все строго, как китель. Еще мне очень понравился вот этот джемпер. Я сначала подумала пулловер, вот так думала его носить, но потом увидела, что бирка здесь, соответственно, это спинка, а вот это передняя часть малинового цвета. Я обожаю малинку, мне кажется, мне очень идет, и весной, каждой весной за собой заметила, что во мне просыпается малина. Малиновая помада, малиновые блузы. Именно весной, не знаю что, хочется, наверное, больше ярких красок. На самом деле, сейчас такие яркие вещи, очень актуальные, зимой, весной, летом. Они в большом количестве были представлены на подиумах. Их интересно стилизовали дизайнеры с такими же яркими цветами, противоположными по цветовому кругу, к примеру, с яркой бирюзой. Вот эту малинку можно стилизовать с ярко-желтым, классно будет смотреться, с ярко-зеленым, с чем угодно ярким, будет замечательно смотреться. Ну и со спокойной нейтральной базой, конечно же, тоже. 40% ангоры, 40% шерсти, 20% полиамида. Очень мягкая вещица. Плютно, сочно, ярко и тепло. Следующая вещь, тоже малинка, он такой яркий кардиган винтажный от шотландского бренда, мною любимого бренда Принглов Скотланд. И я недавно мониторила Farfetch и нашла там чудесный, просто я вам ставлю картинку, насколько он чудесный. Я посылаю во вселенную заявочку на этот кардиган. Вот я уверена, что я его найду в секонд-хенде. Я уверена, что я его найду. Я не знаю, откуда у меня такая уверенность, но хочется. Ну а пока вот такой вот интересный кардиган, не менее яркий, не менее необычный. Я, конечно, вам его покажу на себе. Он из 100% шерсти. Я люблю шерсть от Принглов Скотланд. Она, конечно, немного покалывает. Она на любителя, но качество просто превосходное. Ну и в целом микромассаж, скажем так. Сзади вот такая нашивочка. Сзади он не такой яркий, как спереди. Он похожий мужской, застегивается на мужскую сторону. Но я себе, если честно, его не вижу в мужском гардеробе, как всегда. Я очень люблю мужскую одежду носить. Считается, что этот бренд это органичное сочетание роскоши и удобства. И, кстати, именно они изобрели механическое отделение самых мягких волокон кашемира от более суровых, более грубых. Но я, на свое удивление, к своему стыду, ни разу за всю мою историю поисков не находила одежду из кашемира от этого бренда. Удивительно, шерсть мне попадалась неоднократно. Это ключевой поставщик кашемира для именитых домов мод, таких как Сен-Лоран, Шанел. Но мне никогда не встречалась вещь из кашемира. Пишите мне в комментариях, вам встречалась или нет. Знаю точно, что многие из вас очень любят этот бренд. Следующая вещь. Вот такое пальто от Эн Кляйн. Я его чистила, чистила. Панда прошлась. И все мои старания готов под хвост. Этот бренд очень люблю. Это американский, известный, наверное, всем бренд. Теперь нам многим больше этот бренд известен как часовой бренд. Он производился в соавторстве с Джей Ло, с Дональдом Трампом, кстати. Часы в секонд-хенде достойные я не нахожу, а вот одежду от Эн Кляйн периодически нахожу. И мне она очень нравится. Я как-то смотрела документальный фильм, где она рассказывала, ну, говорила о том, что одежда не изменит мир. Его изменит хорошо одетая женщина. И мне это запомнилось на всю жизнь. Это действительно так. Мы радуем и себя, и окружающих, когда классно одеваемся. Плиток классическое. По составу 70% шерсти, 20% нейлона, 10% кашемира. У него полностью брендированная подкладка. Интересно выглядит. Я сейчас покажу на себе, потому что так вам вообще ничего не видно. Брендированные и пуговицы тоже. И вишенка на торте сегодня. Та-да-да-дам! Это платок каре от Эрмес. Девчонки, это просто роскошь. Это просто прелесть. Как я вам его показываю? Вот так, наверное, надо, да? Очень красивый, большой шелковый платок от Эрмес. Как же я рада такой находке! У него и своя история. На самом деле, я нашла в Секонхейде платок. Это был тоже день люкса. Платок себе висел, никому не нужный. Я его взяла. Сразу поняла, что это шелк. Сразу поняла, что это крутой шелк. Потому что у него такое очень-очень качественное саржевое плетение. Оно чувствуется. Ну, те, кто трогают шелк, кто знаком с шелком, знают, что он тоже бывает разным. И бывает очень качественный. Вот этот как раз очень качественный. В общем, я его купила. Я пришла домой с мыслью о том, что какой же замечательный, чудесный я платок купила. Такой же он классный. И такой же он... В общем, я тут же принялась его приводить в порядок. Постирала. Он высох. Я его принялась утюжить. И по мере того, как утюг начал скользить по ткани, ну, я более пристально его стала разглядывать, у меня вырисовываются буковки Hermes. Если вам... Вот здесь они по кругу. Есть. Я вам сейчас вот так вот его подержу. Вы, наверное, сможете прочесть. Я не знаю, почему я их сразу не увидела. Но их же видно сразу. Почему я его не увидела. Причем здесь еще есть. Просто он настолько пестрый, что я это увидела не сразу. Ну, я сразу поняла, что я что-то очень крутое нашла. Но само название бренда, вот здесь вот тоже подписано. Видите? Я увидела не сразу. Естественно, я принялась сразу гуглить. Я его нашла. У него есть своя тоже история. Но удивительно, что я купила люксовый платок только по своим ощущениям. Сама того, не подозревая, что он люксовый. Такое вот бывает. Хотя со мной такое впервые. Выполнен он просто роскошно. Эти стежки филигранные. Шов Рауль. Выполнен наружу. Как обычно, на лицевую сторону. Настолько качественно. Причем сам этот шовчик, он не разглажен от частого утюжения. Чаще всего. Многие, когда приводят вещь в порядок, они утюжат вместе со швом. Тем самым разглаживая вот этот контур, эту границу. Этого не нужно делать ни в коем случае. Но это обычно. Я покупаю уже разглаженные платки. Потому что до меня их уже отутюжили хорошенечко. А здесь все не тронуто. Да, его прежняя хозяйка точно знала, как нужно за ним ухаживать. Без единого дефекта. Без единого нюанса. Я безумно и безгранично рада. Его на самом деле нужно в рамку и на стену. У меня уже целая коллекция платков, которые должны быть повешены на стену. Док называется Птичье гнездо. И это дань находчивости птиц. Создание гнезда это якобы символ природной находчивости птиц. Несколько нужно трудолюбия и вылетов, чтобы собрать веточки, какие-то листики, песочки, чтобы создать гнездо. Эрмез вдохновились именно этим. Создание этого гнезда, чуть не сказала. Создание этого платка. Концепция в том, что этот платок собирает перья, листики, цветочки в один защитный круг, в гнездо. Вот такая вот неожиданность и редкая находка. Птичье гнездо. 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 если вы этого еще не сделали. Под видео оставляю ссылку на свою страничку в инстаграм, также проходите, подписывайтесь. С нового года у меня стартует рубрика «Каждое воскресенье я буду выкладывать один обалденный люксовый предмет, будь то платок или блуза, какой-то аксессуар». Я эти вещи собирала целый год. Я их не буду показывать в видео, они будут у меня каждое воскресенье, скорее всего, но это еще не точно, до нового года еще есть время. Возможно, поменяется день, но то, что эта рубрика стартанет с нового года, это точно. Я вам об этом объявлю в инстаграме, так что, если интересно что-нибудь эксклюзивненькое, то обязательно проходите в инстаграм, подписывайтесь, и к тому же там я каждый день выкладываю то, что не показываю вам в видео. Обязательно пишите комментарии, какая топовая вещь вам встретилась в секонд-хенде за этот год, за уходящий год. Мне тоже очень интересно будет почитать. Ну а я благодарю вас за просмотр, совсем скоро с вами видимся. Целую вас, я обнимаю, до скорой встречи, пока!